Люди часто говорят, что квантовый переход не понимает даже смысла этого значения. Просто психологи набросились на это слово, квантовый переход. На самом деле это из физики. Это Нильс Божий ещё в своё время сформулировал, квантовый переход. Когда из одного стационального состояния, там связано с этой физикой, переход происходит, этих электронов и прочее. Это для моды, для того, чтобы показать, что психология – наука. Оттуда взяли из науки физики и припаяли к психологии. На самом деле это не квантовый переход происходит в работе мозга. Это происходит триггерный переход. Триггерный переход. Вспомните вот это состояние облегчения, освобождения, раскрепощения, как гора с плеч. Вот это состояние свободы, которое наступило после большого напряжения. Ну так бывает, я вам примеры скажу. Вот вы бежите, у вас напряжение растёт, а потом в какой-то момент пересекаете самый пик напряжения. И такое облегчение, говорят, второе дыхание. Есть ещё другой пример. Когда вы в ритм бега войдёте, облегчение такое идёт. Ну вот это и есть там квантовый переход так называемый, на самом деле триггерный переход. Ещё раз объясняю. Ну назвайте, как хотите. Просто сейчас психологи по шаблону повторяют один за другим квантовая там психология, квантовая там ещё чего-то, квантовые там приёмы. Это просто чепуха полная. На самом деле мыслят шаблонами. Почему шаблонами люди мыслят? Потому что это на меня энергозатратный механизм мыслить шаблонами. Взял и пользуйся. Это на основе инстинкта подражания. Автоматически. А почему кажется, что мыслить своей головой трудно, без шаблонов? Потому что не было ещё нашей школы, человек будущего, хомофутурс, и никто никогда не учил и подсказывал, что оказывается мыслить без шаблонов. Очень легко и просто. Если подойти с другой стороны. Например, принцип подбора путём перебора приёмов по критерию минимального усилия, по критерию простоты, по критерию комфортности. Сам принцип развивает не шаблонное мышление. Потому что вы ко всем делам начинаете относиться творчески. Да, друзья, вот видите как. А вот это ключевой стресс-тест, если у вас сразу не получается, то есть вы задумали, что руки пошли, а они не идут. Или не поднимаются по вашему желанию. Это значит у вас скованность, зажатость. Может быть не досыпаете, поэтому напряжение растёт. Может быть вы в этот момент делаете ошибку, всё время думаете, пойдут, не пойдут. Вместо того, чтобы подбирать нужный образ, нужное положение рук. Может быть так. Представить магнитный образ подобрали, раз, пошли. И при этом начинает покачивать. Может быть вы делаете ошибку и держите себя. А вы поставьте ножки пошире, чтобы не бояться. И пускай качает. И когда качает, руки расходятся. Потому что повторяемые движения снимают напряжение. Покачивание же повторяемое движение. Так вот, оказывается, можно научиться не шаблонному, не подражательному мышлению. Мысль своей головой. А это очень важно. Потому что когда мы попадаем в неопределённость, если мы мыслим шаблонным мышлением, нам сказали, сделай так. И мы все вот так. И весь мир так. Потому что все школы такие. На основе обучения, повторения, мать, учения. Повторения, мать, учения. Мы добавляем новый принцип, новую парадигму. Подбирают то, что получается. Отбрасывают то, что не получается. И сам процесс подбора путём перебора развивает творческий подход. А творческий подход что это такое? Это решение любой сложной задачи. Наиболее простым способом. Через призму общечеловеческих ценностей. Но мы ещё поговорим об этом. О шаблонном мышлении, о квантовых переходах, о триггерных переходах. На самом деле не квантовый переход, а триггерный переход. Это когда вы из одного состояния вдруг испытываете такое облегчение, после сильных напряжений. Да, это вот триггерный. Это профессор Аладжалова на уровне сверхмедленных колебаний работы мозга, сверхмедленных, СМПК, так называемый, установило. И когда я проводил там исследование в Институте психологии, Академии наук у профессора Аладжалова, мои, так сказать, пациенты, или как их назвать в данном случае, исследуемые, они вызывали у себя ключевое состояние облегчения. Она там регистрировала триггерные изменения на уровне сверхмедленных колебаний мозга. До встречи, друзья!